Всем привет! Я рада видеть вас уже на второй серии моего предновогоднего марафона ухоженности и женственности. И решила я приветствовать вас вот в таком виде. В домашней одежде, но зато с макияжем, так скажем, при параде. Вот эту часть марафона я решила посвятить написанию плана предновогодних дел. Я считаю, что это очень важно, я в это очень искренне верю, и я так поступаю каждый год. Я выписываю себе планы, причем это закрыть какие-то висяки по обучениям, это обязательно навести порядок, выбросить какие-то старые ненужные вещи, убрать паутину, убрать теперь уже в доме сад, двор. В общем, навести порядок во всех сферах жизни. Я считаю, что это очень важно, если вы думаете, ой, я вот это не досмотрела сериал, надо-надо-надо, это дело со всем из вас. Ой, надо созвониться, ой, надо вот это сделать. Обязательно закрываем вот это и не тащим эти дела с собой в свой Новый год. Предлагаю написать планы вместе. Значит, убрать паутину во всем доме. Я это прописываю, мы с вами будем это делать вместе на марафоне. Навести порядок в шкафу, тоже все это сделаем вместе. Пройти уроки, точнее завершить свое обучение, мне еще там пять уроков, осталось обязательно нужно уделить этому внимание и до Нового года закрыть. Привести руки в порядок, ну это понятно, купить папку для английского языка, купить блокнот для английского, сделать марафон в процессе, сделать закупку продуктов для новогоднего стола. Понятное дело, мы уже написали список, мы уже знаем, какое у нас будет меню, какие салаты, что из горячего будет, напитки и так далее. Это уже все распланировано. Также я решила заменить постельную. Вот смотрите, какие узоры красивые. Но мне немножко не тот плед. Привезли такой, видите, розоватый оттенок, но я написала, мне должны заменить. Мне очень нравится вот эта постельная, такая красивая. И хочу показать свои маленькие новиночки, маленькие радости. Какое количество носков, видите, я решила заказать себе следы, разные-разные-разные, себя этим порадовать. Потом еще вот такие носочки, чисто белые, такие. И, скажу честно, девчонки, заказала себе еще леопардовые трусы, теплые леопардовые и холодного оттенка леопард и зебру. Ну почему-то мне так захотелось. Потом вот такой вот графинчик для воды. Пристегните ремни, во второй части этого видео мы будем с вами растягиваться и говорить о раскрепощении. В этой части ролика я специально сделала такую романтичную атмосферу. Я хочу, чтобы мы вместе с вами порастягивались. И хочу говорить без монтажа здесь вот открыто то, что мне первое приходит в голову на тему стеснений, раскрепощения, женского самоощущения. Я, кстати, в прошлом гимнастка, кто не знает, но на данный момент, признаться честно, моя растяжка оставляет желать лучшего. Я никак не готовилась к этому ролику, ничего там не изображала. Вот максимально лайф-формат. Да, я хочу, моя цель на 2024 год это вернуть свою растяжку. Потому что... Давайте начинать. Потому что от растяжки на самом-то деле зависит очень много что. На самом-то деле самоощущение. Ну вот это и понятно у меня. Здесь это мне легко даётся. Потому что от растяжки очень много что зависит. Это самоощущение. Это то, как вы себя несёте в пространстве. Это то, насколько сексуально, да, назовём это так, ты себя ощущаешь. Насколько красивой ты себя считаешь. Ты смотришь на себя в зеркало. Когда ты там растягиваешься, например, определённая гибкость в теле присутствует. И сразу ты по-другому себя видишь. И тут я бы хотела с вами поговорить вот на какую тему. Вы знаете, гимнастки. Вот как гимнастки выступают? В каких нарядах? Как правило, это купальники, ну как вот трусики. И наверх, как бы майка, либо закрытый рукав. Это такие очень красивые, в то же время откровенные наряды. Ну вот как все футболисты, хоккеисты мечтают встречаться с гимнастками. Это всё очень красиво. И плюс это друг к другу люди, очень близкие по духу. Но всегда это считается очень красиво. Несмотря на то, что у гимнасток, у профессиональных, у них нет груди, попы. Потому что как только у тебя отрастает грудь и попа, ты сразу, ну как бы, становишься не очень трудоспособной для этого спорта. Потому что, ну, прыгать, когда у тебя вот тут вот и вот там вот, это всё, ну, понятное дело, не очень становится возможным. Так вот, ну, само вот это ощущение, что ты владеешь своим телом, что ты можешь нагнуться так, как ты этого хочешь. Что ты полностью владеешь своим телом. Что ты вообще, ну, настолько кошечка, да. И настолько получаешь от этого, от всего удовольствия. Это всегда нравится парням. Всегда. Ну, то есть, скажите, пожалуйста, кому вот посмотрит, и он между гибкой девушкой и, ну, бревном откровенным, выберет бревно. Ну, понятное дело, что он выберет ту, которая может и так изогнуться, и так, и так, и так, и полностью владеет своим телом. Поэтому, девочки, я считаю, что это очень важно, прежде всего, для нашего самоощущения. Но пацаны, они не садятся на шпагаты. Это не так распространено среди них. Это чисто наша женская магия какая-то. Какой-то определенный ключик. В этом есть своя манкость. В этом есть какое-то волшебство. Это завораживает. Вот, обратите внимание, вот меня всегда просили. А покажи это, а покажи это, а покажи это. И все смотрят с открытым ртом. Это максимально удивляет, я хочу вам сказать. Вот даже ту самую Анастасию Волочкову, обратите внимание. Вот все как-то наднести бутсу, что она там, вот, алкоголь, алкоголь. Но даже в том же самом интервью Собчак, я помню такой момент, когда она ложится на кровать, и вот так вот крутит ногами, и все сразу, да ты там такое можешь вытворять в постели. Ну, понятное дело, она берет своими навыками, своими умениями. Но как только она садится в шпагат, она автоматически завладевает всеми, кто находится в том или ином помещении. Знаете, у меня какой момент с левым шпагатом? У меня рабочая это правая нога, ну, то есть правый шпагат. И у меня вот здесь, в районе бедра, такая штучка. Я не знаю, знаете, я один момент думала, что это у меня какой-то нарост там на кости. Потому что вот есть ощущение, вот здесь именно в костях, что что-то не дает мне дальше пройти. Ну, то есть в мышцах я могу дальше пойти, но именно вот здесь мне мешает что-то. И когда я сажусь на тот же самый левый шпагат, то у меня происходит, бывает, хруст. А хруст этот, скажу вам честно, не очень приятный. И я вот сейчас сижу, и у меня все давление идет на кость. Я не знаю, что это такое. А вот здесь сразу, то есть нет вот этого барьера, я сразу иду вниз. Я сразу иду вниз и сажусь на шпагат. Так, я перешла вот в такую позу. Предлагаю впредь беседы вести только так. Еще я хотела затронуть стеснение. Ой, я вам скажу так. Так, когда ты бревно и когда ты растянутая, момент раскрепощения, стеснения, неуверенности, красивая-некрасивая, он, ну, по-разному играет. Потому что когда ты полностью владеешь своим телом, своими мышцами, своей растяжкой, ты автоматом себя чувствуешь классно. Красивой, уверенной кошечкой. И это считывают все вокруг. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот были у меня моменты в жизни, когда я себя считала там какой-то некрасивой. Ну, прям некрасивой уродиной. Не было такого, но были моменты, когда я себе не нравилась, когда лишний вес набирала. Потому что бросила гимнастику, очень распространенная ситуация, сразу набрала, булочки стала есть как не в себя, потому что когда занималась гимнастикой, это все было очень в ограниченном количестве. И помню, вы знаете, когда мама мне давала мороженое, ой, помню, оно еще было какое-то не супер сладкое, а какое-то там злаковое. Ну, в общем, она выбирала для меня самое такое плюс-минус ппшное мороженое. Хотя, понятное дело, что оно тоже, ну, сахар есть сахар. Как-то, чтобы микрофон, блин, не задеть. Сейчас. Вот так вот. И я помню свою радость. Я помню, как же я радовалась от этого мороженого. Какое удовольствие я испытывала. Вам не передать. Я помню вкус этого мороженого до сих пор. Я помню... Я помню свою радость. Вы себе не представляете. Те, кого никогда так не ограничивали в сладостях, в булочках. Вы себе просто не представляете. Помню тоже один момент, когда вареники с вишнями я хотела съесть. И вот мне бабушка сказала, ну вот если ты на 500 грамм похудеешь, тогда вот съешь вареники. А если не похудеешь, то не съешь. Я помню, как я прыгала по всей квартире. Просто в туалет пыталась сходить всю жидкость из себя выдавить, чтобы эти несчастные 500 грамм скинуть и съесть эти самые вареники. Но потом я, кстати, все-таки набегала, напрыгала, скинула эти 500 грамм и поела прекрасные вкусные вареники. Но степень радости от конфеток, от сладостей, которые получают гимнастки, это, конечно, вам не передать. Я, знаете, я не понимаю, как можно быть растянутой и при этом не чувствовать себя красиво, уверенно. Мне кажется, это настолько взаимосвязано. Когда ты владеешь своим телом, вот если ты можешь сделать кошечку, ты автоматически себя этой кошечкой ощущаешь. Ну, как бы тут не может быть одно без другого. Помню моменты. Никогда не была я какой-то стеснительной, ну, никогда такого не было, ну, как-то не присуще. Я всегда решаю какие-то вопросы, вот даже в моменте, там, вот знаете, вот надо что-то добиться, надо что-то спросить. Стоят люди, им стыдно, неудобно это спросить. Спроси, спроси, подойди спроси. Я говорю, окей, я пойду спрошу. Ну, как-то вот такие вот моменты, выбить какое-то для всех плюшку какую-то, как-то спросить за какую-то дату, это всегда ко мне. Какие-то неудобные вопросики, Карина, это всегда я. Ну, и моментов, понятное дело, просто у меня нет стеснения, это просто вот, ну, не присуще мне. Вот. Так вот, были моменты, когда часто я видела в своей жизни, когда девчонкам говорят, ой, это не надевай, ты жирная, тебе некрасиво. В эти моменты мужчина просто не хочет, чтобы вы надевали какой-то откровенный или не очень откровенный наряд. И вот как мужчины унижают женщину в этот момент. Ой, ты некрасивая, ой, у тебя тут что-то торчит, ой, а что это, еще такие взгляды. Это так странно, в самом-то деле, когда нужно получать от кого бы то ни было одобрение. Но что я вам хочу сказать. Когда мы говорим про раскрепощение, уверенность, красоту, вообще самоощущение какое-то крутое себя, это ваше окружение. Если вы встречаетесь с человеком, который не видит в вас безусловную красоту, все, пропали. Потому что, ну, понятное дело, все говорят, ой, тебе не нужно зависеть от мнения окружающих, надо вырабатывать вот свое мнение, нужно, как бы, во всех ситуациях иметь свое какое-то определенное видение. Но я вам хочу сказать другое. Если каждый день вам будут говорить, что вы свинья, вы захрюкаете. О, пальчики хрустнули. Понимаете? То есть, невозможно быть рядом с человеком, который будет вам говорить, что ты отекшая, ой, что-то у тебя вкуса нет на подбор одежды, ой, с тобой вот это, вот это не так. Ну, так не бывает. Себя кайфово можно чувствовать только рядом с человеком, который вам дает полное какое-то ежедневное восхищение. И это нормально. Ну, нет такого ничего в этом нарциссичного, чтобы человек, с которым вы состояли в отношениях, вас боготворил, как-то вами восхищался. Я считаю, это нормально. Это, как бы, такая настройка, которая должна стоять базово и полмолчание. Поэтому, знаете, смотрите всегда на свое окружение. Если вы понимаете, что вы себя не любите, скорее всего, вам кто-то это подсвечивает или подсвечивал это когда-то ранее, но невозможно считать себя страшной, когда вам человек каждое утро говорит, какая ты красивая, какая ты вот у меня прекрасная. Просто произведение искусства. Ну, вот так это работает. Мы любим ушами, ушами. И вы замечаете, красота это очень всегда субъективно. Понятное дело, что есть какие-то там определенные шаблоны. Но все-таки всегда мы видим, там какой-то красавчик идет, и девочка полдненькая идет, ты смотришь и думаешь, да, вот это пара. А он на нее смотрит, и она для него королева номер один. В этой ситуации нужно просто найти человека, выход из ситуации, который будет вас считать той самой своей королевой, который будет смотреть с горящими, блестящими глазами. А на другое просто размениваться нет смысла. Поэтому я вам скажу так. Были ситуации, когда мне какие-то люди говорили, ой, ты такая какая-то, там такая вот там толстая, еще некрасивая. Были моменты. Это никогда в моей жизни не были те люди, на которых держался мой мир и мое окружение. То есть это такие какие-то люди, знаете, какие-то тараканы. Вот забежали с соседней улицы транзитом. Их надо постравить быстренько и удалить из своей жизни раз и навсегда. Вот и все. И заострять свое внимание, и думать, ой, я теперь такая-сякая. Да нет, не надо вообще, забейте и все. Ну и если как бы вам говорят, что у тебя там нет чувства вкуса на вещи, ой, что ты для себя подобрала, вообще такое не слушаем. Это все полнейшая херня. Да, в такой позе я, конечно, еще не вещала. Поэтому основной мой посыл такой. Если вы считаете, что вам нравится это платье, что вы в нем красивая, что вам оно идет, что вам оно нравится, вообще без раздумий, берем, надеваем и живем эту жизнь так, как нам этого хочется. Хотите губы красной помадой? Делаем. Хотите юбку мини или какую бы то ни было, какие-то шортики? Берем и надеваем. Хотите делать ту или иную стрижку? Делаем. И тогда с этого вы будете черпать такую энергию. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Рядом с вами должны быть люди, которые вас эмоционально поднимают всегда. Если люди вас опускают, топят, сразу же вы таких людей должны из своего окружения, но если не убирать, то минимизировать с ними общение. Потому что каждый раз при общении с этим человеком ваше самоощущение, оно будет падать, падать, падать и падать. И потом очень трудно себя собирать. Поэтому мой посыл такой. Собираем рядом с собой людей, которые восхищаются вами. Растягиваемся. Потому что только с растяжкой можно стать кошечкой, раскрепощенной, уверенной, которую будут хотеть видеть с собой рядом все. Без растяжки нет женственности. Во время того, как мы тянемся, это бывает не всегда приятно. Но потом, когда мы видим результат, мы становимся совершенно другими. Мы становимся совершенно другими. Мы становимся вплоть до того, что более нежными, более ласковыми. Понимаете, когда мы деревенеем, мы становимся более мужественными, более такими, как мужики. Мы становимся черствыми, как мужики. Поэтому я хочу вам всем пожелать и вот прям направить вас. Давайте сделаем челлендж. Вот прям, ну если не каждый день растягиваться, то хотя бы через день раскрывать в себе свою внутреннюю кошечку, которая будет вам, как ваше альтер-эго. Вот вы можете на работе быть такая вся по строю всех и вся, а потом приходить домой, расстилать коврик, включать какую-то приятную музыку и становиться девочкой-девочкой. Это была вторая серия предновогоднего марафона ухоженности и женственности от вашей Карины Санжар. Я надеюсь, что вдохновляясь мной, моими видео, тем, что я вам показываю, вы действительно не просто будете смотреть во время там просмотра «Ой, зажглись!», но чтобы вы пошли и сделали то, что сделала я. Порадовали себя какими-то подарочками, да хоть носочки себе новые купили, постельное белье обновили, порастягивались, масочку сделали, подумали, а нахожусь ли я сейчас вообще в зависимости, а топит ли мое окружение, или оно меня поднимает. Просто вопросики такие закидывали для себя. И поверьте, это поможет вам зайти в новый 2024 год уже другими, более уверенными, более осознанными и более красивыми и растянутыми, как ни крути. Спасибо вам! До встречи!